Доброе утро, уважаемые коллеги! Давайте сначала проверим качество нашей связи. Просто поставьте свои плюсики в чате, чтобы я видела. Все, спасибо большое. Я теперь понимаю, что мы с вами на одной волне, так скажем, и можем продолжать наш вебинар. Сегодня у нас будет двое ведущих. Меня зовут Игнатьева Алена. Но я являюсь руководителем отдела образовательной туры в компании «По Групп». Позже к нам присоединится представитель компании Международного союза молодежи в Фраге Мария Юрченко. Она вам расскажет про программы двойных дипломов и даст, конечно, более подробную информацию об этих программах. В чате у нас сегодня находится Ольга Топорова. Она является старшим менеджером отдела образовательной туры в компании «По Групп». И вы можете по ходу нашего вебинара задавать ей все необходимые вопросы. Она постарается на них ответить сразу же вам. И давайте начнем мы сначала, наверное, с плана нашего вебинара. Что сегодня мы будем рассказывать, какую информацию вы сегодня получите. Ну, прежде всего, вкратце я расскажу об осенних и зимних программах от МСФ в Фраге. Далее мы поговорим с вами о программах высшего образования, о подготовительных программах в Чехии. Расскажем, чем привлекательно высшее образование в Чехии для студентов из стран бывшего СМВ. Ну, опять-таки, расскажу про с вами программы, как они строятся, как поступать. И, опять-таки, расскажу по акциям, по долгосрочным программам от нашей компании. И к программам для медипломов уже подключится наш коллега Мария Юрченко из компании МСМ. И уже расскажет более подробную информацию. Ну, давайте перейдем с вами к осенним и зимним каникулам от МСФ в Фраге. Вдаваться прям очень подробно я в эти программы сейчас не буду. Я просто дам вам более такую объемную информацию общую. А на сайте уже у нас представлены цены и даты. Вы можете посмотреть их и, если что, обратиться к нашим филиалам, либо к нам напрямую уже по программам непосредственно. Программы разной продолжительности. Они от 8 до 10 дней. Английский язык преподается носительными языками. Программу на 8 и 10 дней включено 25 академических часов. На всякий случай, напомню, академ-час это 45 минут, это не 60 минут, сразу говорю. В программу включена насыщенная культурная и развлекательная программа, экскурсионная в Фраге. Дети посещают также город Брезден в Германии. Если это 10-дневная поездка, то здесь еще включены Карловы Вара поездка. И также знакомство с системой образования в Чехии и лучшими вузами в Фраге. Это будет обязательно включено в программу. И, в общем-то, я начала как раз с краткосрочных программ по осеннему и зимнюю заездам. Для того, чтобы пояснить, что когда студенты туда приезжают, они могут воочию посмотреть те университеты, где они могут обучаться, они услышат сами от представителей компании МСМ информацию важную о том, как поступить, что требуется для этого. И, по крайней мере, они для себя сами примут решение, действительно нужно это им или нет. Продолжение следует... Звук и выображение. Видео есть? Звук есть? Все, прекрасно. Все, замечательно. Надеюсь, что больше неполадок, прошу прощения, не будет. Все-таки это живое общение с вами, поэтому я надеюсь, что дальше у нас все будет в прямом эфире, качественно и правильно. Смотрите, здесь у нас сейчас на слайдах представлены учебные центры, на базе которых проходит обучение по краткосрочным программам. Это Академия МСМ и школа Преста, языковой центр Преста. Академия МСМ находится прямо в центре Праги, буквально там от корового ста минут, мне кажется, опять семь, пешком, в общем-то, очень рядышком. Но Преста, в принципе, тоже это центровое расположение в Праге. Вот. И, может быть, я не знаю, слышали вы мой рассказ, почему я начала с краткосрочных программ. Я повторюсь на всякий случай, потому как, когда дети приезжают на краткосрочные программы, им обязательно рассказывают и показывают университеты Чехии. И ребята могут посмотреть их и понять, действительно, нужно ли им обучение в Чехии на долгосрочное. И, как правило, дети сами хотят, и не их родители туда подталкивают, а они уже сами готовы учиться и поступать именно на чешском языке, как правило. Итак, что у нас по плану? Почему образование в Чехии, именно в Чехии, для наших студентов? Ну, первое, что это признание документов о предыдущем образовании. То есть, это обычный аттестат или диплом в высшем образовании. Если мы с вами будем смотреть, например, сравним с Германией, то не все учебные центры принимают аттестаты наших школ. Если эта школа, допустим, частная, то нужно обязательно проверять на Госдепартаменте образования Германии, о том, что котируется ли данный аттестат в Германии. Если же нет, то, соответственно, то и поступать нет возможности. В Чехии, в общем-то, наши документы признаются. И обязательно проходится процесс нафтрификации, про который я чуть позже расскажу. Далее, что можно выделить из плюсов? Это высокое качество и престижность высшего образования. Здесь есть и старейшие вузы, и Карлов университет, и Чешский технологический университет в Праге. Технические, прошу прощения. Здесь собраны актуальные теоретические и практические знания. То есть, обязательно все студенты проходят практику, стажировку. И к концу третьего курса уже многие ребята работают по специальности. Как я уже сказала, студенты проходят ежегодные профессиональные стажировки в чешских международных компаниях. Есть программы международного студенческого обмена Erasmus и Леонардо да Винчи. Студенты за обучением бакалаврием имеют право два раза подавать заявку на международную программу студенческого обмена. Если документы их рассмотрены в положительную сторону, то студент едет в ту или иную страну, в тот или иной университет, который его выбрал. И там уже он учится за счет университета. То есть, он не платит за свое обучение по программе студенческого обмена. Далее, что еще из плюсов можно выделить для наших студентов? Ну, это беспрепятственное перемещение по странам Шенгенского соглашения. По национальной визе они могут ездить в другие страны, смотреть другие города. Да, в общем-то, это полезно будет и для них, и для развития кругозора. Бонусом также это низкие расходы на проживание и ежемесячные нужды. Вот ниже я привела вам пример. Студенческий проездной на месяц стоит, в общем-то, 10 евро. Проживание в студенческом общежитии на данный момент в районе 240-250 евро в месяц. Также можно выделить близость культур и языков. В общем-то, это все славянские языки, поэтому нашим студентам достаточно легко выучить чешский язык, даже с нуля. И, опять-таки, что еще важно, это признание диплома о высшем образовании в других странах Европы. То есть, с чешским дипломом можно, в общем-то, ехать на работу в другие страны, не только в Чехии. Ну и самый большой бонус и, так скажем, плюс, это бесплатное обучение для иностранных студентов на чешском языке. В государственных вузах, конечно же. Особенности высшего образования в Чехии. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, что степень бакалавра получается за 3 года. У нас степень бакалавра получается за 4 года. Если мы говорим с вами про такие университеты, как Полицейская академия и Университет обороны, то это только для чехов. Ну, так как это, в общем-то, госслужба, соответственно, только для местного населения. Далее, что еще из очень интересных таких фактов. Студенты сами формируют свое расписание. В Чехии действует баллонская система образования. Что это значит? Студенты за 3 года бакалавра должны набрать 180 кредитов. Каждый предмет равен, ну, определенному количеству кредитов, эквивалентен. И есть обязательные предметы для посещения, есть факультативные. Так вот, студенты выстраивают свое расписание самостоятельно и собирают вот эти 180 кредитов. Ну, то есть не менее 180. Обычно студенты распределяют свое расписание так, что первые 3-4 дня они занимаются от и до. И далее уже, там, пятница, суббота, воскресенье у них свободные дни для, допустим, тех же стажировок и подработок. Далее, что, опять-таки, выделяется, это опыт участия в программах международного обмена. Раз, ну, с Леонаром Довичем, про который я вам говорила. То есть за 3 года бакалавра не имеет право подать заявку в 2 раза на эти программы. Возможность бесплатного обучения на чешском языке. Обучение на английском языке независимо государственные, это вузы или частные, оно обязательно будет платное. Стоимость такого обучения примерно от 3600 евро в год. И важно помнить, что на английском не преподают ни право, ни творческие направления, ни перевод, ни языки. То есть если студент хочет быть переводчиком, то ему нужно обязательно поступать на чешском. Популярные специальности в Чехии. Здесь я выделила именно области, где требуются специалисты. Это первая наука инновационной технологии, это обычная работника био-нанотехнологии, это изготовление медицинских препаратов новых каких-то, 3D-принтеров. То есть здесь уже требуются именно такие специалисты, это первое, на что выделяется. Туризм и гостеприимство. Ни для кого не секрет, что Чехия, в общем-то, она из мегирующих стран по туризму. 33 миллиона туристов посещают в год данную страну. И, конечно же, в данной сфере требуются обязательно хорошие специалисты в сфере туризма, гостеприимства, ресторана, гостиничного бизнеса. Также выделяют медицину и здравоохранение. Чехия наряду с Германией является, в общем-то, топовой страной по производству кадров в сфере медицины и здравоохранения. Логистика, в общем-то, здесь уже все понятно, Чехия находится в центре Европы и обязательно, конечно, там идут международные перевозки. Соответственно, и логистика идет, в общем-то, очень такой популярной сферой. Компьютерные технологии, это, в общем-то, IT, IT-технологии всегда были популярны и у нас, и в Чехии. И последним пунктом выделяю экологию. В Чехии очень популярна профессия в сфере экологии. Обязательно требуются специалисты по этому направлению. Если, допустим, они строят какой-то, например, дом или здание, они обязательно обращаются к специалистам по экологии, чтобы все у них прошло хорошо, чтобы не было никаких экологических катаклизм и прочее. То есть, вот эти специальности, они сейчас очень популярны и набирают все больше и больше популярных. По университетам. Какие же есть топы университетов в Чехии? Ну, первое, что все, в общем-то, знают, это Карлов университет в Праге. Он был основан в 1358 году. Если мы с вами сравним наш МГУ в Москве, то он был основан в 1755 году. То есть, на 400 лет позже. В данный момент, в общем-то, ежегодно здесь обучается около 53 тысяч студентов. В университете открыты 17 факультетов и готовят 642 специальности. Сам университет имеет тесное взаимоотношение с другими университетами. Он входит в ассоциацию европейских университетов, наряду с Сорбонной, с Женевским университетом, с Оксфордским университетом. Ну и, соответственно, здесь программы международного обмена очень хорошо развиты. Чешский технический университет в Праге. Это, в общем-то, один из самых крупных университетов, технологических университетов, технических в данной сфере. Он занимает 156 место в мировом рейтинге по техническим университетам. Здесь обучается ежегодно 25 тысяч студентов, открыто 8 факультетов и готовят 419 специальностей. Обращу внимание, что данный университет сотрудничает с такими фирмами, как Гош, Шкода, Тойота, Водофон. И это, в общем-то, дает большой шанс студентам данного вуза попрактиковаться, у них стажировки в данных фирмах. И далее, если они себя хорошо зарекомендуют, то, в общем-то, иметь рабочие места в данных крупных компаниях. Далее мы с вами переходим к высшей школе экономики в Праге. Достаточно крупный университет в Праге, несмотря на то, что у него название высшая школа, но это государственный вуз Чехии. Здесь обучается 20 тысяч студентов ежегодно. И этот университет, в общем-то, входит в топовую верхушку университетов, которые готовят в сфере экономики, международных отношений. Если мы с вами посмотрим правительство Чехии, основные министры, которые сейчас находятся в палате, у них они закончили именно этот вуз, высшую школу экономики в Праге. В общем-то, он является, как я уже сказала, топовым. Чешский аграрный университет в Праге. Здесь обучается 13 тысяч студентов. У него есть большая особенность, более 4 тысяч гектар – это его территория. На территории есть абсолютно все. И студенческие корпуса общежития, и лаборатории, и, конечно же, аудитории. Есть свои виноградники, спортивные залы. То есть, в общем-то, все есть на территории. Если другие университеты, их факультеты разбросаны по всему городу, то здесь, в общем-то, все на территории одного кампуса. На территории, огромной территории данного университета. Здесь учат обычно что? Это агросектор, это изготовление продуктов, пищевые продукты, и очень сильный экономический факультет. И мы с вами сейчас видим на фотографии как раз здание экономического факультета. И отмечу, что в 2006 году данный университет отметил свое столетие. Химико-технологический университет. Это, в общем-то, в своем роде один из самых крупных университетов Европы. Здесь преподаватели являются нобелевскими лауреатами в области химии. Здесь всего 4 факультета, но, в принципе, они все являются специализированными именно на химию и биологию. Здесь 4000 студентов обучаются обычно в год. Требования для поступления в высшие учебные заведения, что вообще необходимо нашим студентам получить. Но прежде всего это законченное среднее или высшее образование. Высшее образование для тех, кто идет на магистратуру, среднее это для тех, кто идет на бакалавру. Прохождение процедуры мастерификации или легализации документов об образовании. Что же это такое? Первое. Наши студенты, когда они приезжают, они обязательно должны подавать свои документы на нострификацию, на легализацию документов. Министерство образования Чехии рассматривает данные документы, рассматривает количество часов, которое было дано по каждому предмету данному студенту. И далее назначаются экзамены. Обычно экзамены это чешский язык, английский язык и математика. Для иностранных студентов, в общем-то, не возгоняется сдавать данные экзамены на своем родном языке с переводчиком. Формат этих экзаменов обычный либо устно, либо письменно. И первая процедура мастерификации, первый этап прохождения, ее обычно проходит в декабре. После сдаются экзамены уже, затем документы имеют, в общем-то, легальный вид в Чехии. После этого они имеют право поступать в университеты в Чехии. Далее, что требуется еще для того, чтобы поступить в университеты в Чехии? Ну, это знание языка, конечно же. Это чешский либо английский язык на уровне B1, B2. То есть это хороший, средний уровень знаний. Ну и, конечно же, прохождение вступительных экзаменов. Все зависит от факультета, от самого университета, куда планируют поступать. Программы подготовительные поступления в Чехии. Что предлагает МСМ? Есть программы для поступления на гуманитарные направления, на экономические направления, медицина и биология. Выделяют отдельно, потому как для данного направления обязательно требуется и химия, и биология. И обязательно студентам помогают подтянуть знания в этих областях. А также поступления на англоязычные специальности с подготовкой к экзамену IELTS. Ни для кого может быть не секрет, что для поступления на английском языке многие университеты требуют сертификат знаний языка IELTS, либо только для Канады и США. Проходит программа подготовительная на базе Чешского аграрного университета и Чешского технического университета. Мы с вами буквально на предыдущих слайдах увидели их учебные центры. Подготовительные программы. Когда они начинаются? Проходят они два раза в год, начало обучения. Это бывают программы годовые и полугодовые. Годовые программы начинаются с 15 сентября, а полугодовые с 15 января. Полугодовые программы рассчитаны на студентов, у которых уже есть базовые навыки владения чешским либо английским языком. То есть они не новички в этих областях и, в общем-то, они смогут дотянуть свой уровень языка до уровня V1-V2, чтобы могли поступать. В программу подготовительную для поступления в ВУЗы входят 800 и 500 академических часов в год. Обращу внимание ваше, что эти часы разделены. Обычно, например, если это годовая программа, 800 часов, из них включено 500 часов чешского или английского языка. Далее идут 200 часов где-то чешского, либо опять-таки английского, все зависит от того, какая программа. И далее уже идет факультативное занятие по математике, если это по медицине, требуется это биология и химия. Соответственно, студенты обязательно подготавливаются к процедуре натрификации и к вступительным экзаменам в ВУЗе. Согласно постановлению Университета образования Чехии, рекомендованный объем групповых часов для получения уровня V2 – 420 академических часов. Ну, в общем-то, в этих программах все даже больше, и все проводится на чешском языке или по английскому языке, соответственно, студенты уже поднимают свой уровень языка до нужного. Обучение проводят носители языка и, опять-таки, это преподаватели ВУЗов при Чешском аграрном и при Чешском техническом университете. Вот мы с вами сейчас на слайдах видим факультет экономики и предпринимательского отдела на базе Чешского аграрного. Очень современное оснащение, как я уже сказала, все на территории данного университета есть и студенческие корпуса, где студенты сами проживают, и, соответственно, и столовые, в общем-то, все есть. Институт высших исследований имени Масарика – это факультет от Чешского технического университета. Здесь студенты обычно обучаются по подготовительной программе. И сейчас мы с вами рассмотрим схему поступления в ВУЗы Чехии, как это происходит, по факту. К вам обращаются студенты и говорят, что мы хотим поехать на программу обучения в Чехии, мы хотим поступить в университет Чехии. Вы нам даете эту заявку, и мы вам помогаем подобрать имя университета, если, допустим, студент не знает, куда ему лучше пойти. Также мы с вами посмотрим, какая программа ему лучше подходит. Допустим, это чешский плюс английский, или наоборот, английский, сделаем упор плюс чешский. Или, может быть, это подготовка к ААСС, может быть, это медицина будет. То есть все зависит от того, что требуется студентам. Мы оформляем данную программу. Затем студент получает визу, и начало обучения у него проходит 15 сентября, либо 15 января. То есть все зависит от того, на какую программу мы с вами его записываем, либо полугодовую, либо годовой. До декабря, ну, в декабре происходит, в декабре первая подача на стрификацию документов, на легализацию документов, а уже подача заявления в ВУЗы производится в конце декабря до где-то конца февраля. То есть у нас, если мы подаем заявление на поступление университета где-то в июне, то, соответственно, здесь у нас есть большая разница. Здесь у них как раз начинаются все сборы данных заявлений в конце декабря, в январе и феврале. Ну, до 21 марта можно еще подать, ну, как университет. В июне назначают вступительные экзамены, сами университеты. Студент узнает результаты данных экзаменов либо в этот же день, либо через две недели. И затем уже в июле и августе университет принимает решение о зачислении данного студента. Обращу внимание, что когда студент находится в Праге, и он выбирает вузы, которые он хочет поступать, он подает заявление не в один вуз, а в несколько. Ну, соответственно, он вступительный экзамент дает несколько раз. Студент имеет, в общем-то, большой шанс получить приглашение от нескольких университетов. И он сам уже решает, куда он хочет пойти. Допустим, в Чешский технический или, например, в Вышую школу экономики он получил два приглашения. И в июле и в августе, когда уже решение от университета по зачислению было, ему назначают дату, когда он приходит со своими документами и пишет заявление, кто-то или иной вуз, выбранный им, о зачислении. И с этого дня он является студентом данного вуза. Вот. Подача заявлений неограничено количество раз в вузах. Ну, единственное, нужно помнить о том, что студенты должны будут оплатить государственную пошлину на подачу данных заявлений на поступление. В МСМ есть услуги кураторской службы. Это очень большой бонус для студентов, которые приезжают к Прагу на такой длительный срок. Прежде всего, их данного студента встречают, организовывают ему трансфер. Ему помогают с интеграцией в Чехии. В любом случае, студент обычно это где-то 18-летний ребенок. Независимо от того, был он раньше в поездках и так далее, он все равно приехал туда самостоятельно. И, соответственно, у него есть и переживания, есть и страх о том, куда ему пойти, как поступить, и какие документы необходимы, что с собой брать. И услуги кураторской службы, в общем-то, помогают в этом плане. И у них 24 на 7 поддержка на протяжении всего курса подготовительного. Если, например, требуется медицинская помощь, то куратор вызывает, оказывает первую медицинскую помощь, вызывает врача и общается с медперсоналом. Это очень большой плюс, потому что студент еще не может объясняться на честном языке в начале своего пребывания. И, естественно, это большая помощь для него, если, например, происходят такие китайские ситуации. Также от МСМ организовывается культурная программа на протяжении всего года подготовительного. Они и смотрят и Прагу, и ездят, и на корабле, и Карлова Вара. То есть у них все это, в общем-то, в программе включено. Консультация по программе ИВУЗа обязательно. То есть студент может обратиться к своему куратору и попросить мнение, допустим, а куда лучше поступить, а какие там экзамены, подскажи. И обязательно им помогут, и обязательно подскажут. И обязательно им помогут с подтверждением документов о среднем и высшем образовании, то есть с инстрификацией. Если, например, в первую очередь в декабре они не смогли получить инстрификацию, допустим, заводил какой-то экзамен, то можно попытать во второй раз. Это не проблема. И те студенты, которые, в общем-то, нацелены на свое обучение в Чехии, они в любом случае получают инстрификацию, издают поступительные экзамены, и все у них обычно хорошо. Сейчас мы с вами видим на слайде электронный дневник для родителей. Это, в общем-то, такая палочка-вуручалочка для родителей, которые отправляют своих студентов на подготовительную программу, вот эту годовую или полугодовую. Потому как есть ребята, которые приезжают и говорят, а вот вы знаете, у нас там теста не было, работы там не было, или, допустим, у нас все написали тест плохо, и родители могут зайти в личный кабинет и посмотреть, как посещаемость у своего ребенка, у него, какие оценки он получил, и посмотреть не только своего ребенка, но также и других студентов. То есть если он говорит, что все плохо написали, папа или мама увидел, ага, он самый плохой сегодня, плохо сдал, и, естественно, тогда уже будут разговаривать непосредственно со своим сыном или дочерью. Вот, это очень большой плюс, поэтому родители имеют, в общем-то, все шансы контролировать своего студента в Чехии. Бюджет на месяц для студентов. Что вообще, на что тратят деньги студенты? Ну, прежде всего, если это мы говорим с вами про проживание, то, как правило, это студенческое общежитие, студенческие резиденции. Где-то 240-250 евро в год, в месяц тратится на данное размещение. Питание тоже примерно 250-300 евро. Средняя стоимость обеда это где-то 4-5 евро, ну, все зависит от того, что студенты сами себе покупают. Ну, и проездной билет на месяц это 10 евро, как мы ранее с вами говорили. Проживание в резиденциях. В общем-то, это студенческие общежития, иными словами. Как правило, это двухместное размещение идет с другим студентом, со своим сверстником. Распределение идет по возрасту и полу. Как правило, в комнатах есть интернет. Кухня у них на этаже, вместе с услугами прачечной, то есть там вообще на спиральной машинке стоит. Санузел либо в комнатах, либо на блок из двух комнат. Что, в общем-то, очень удобно. В общем-то, это практически своя ванная комната и туалет. Сейчас вот мы с вами видим внизу на слайде фотографии, это, в общем-то, реальные фотографии резиденции студенческих. Вот первая фотография – это Чешский аграрный университет. Вторая – Чешский технический университет. Далее вы видите, в общем-то, это фотография тоже Чешского технического, столовая и тренажерный зал. Перспектива выпускников. Здесь на слайде, в общем-то, дается общая такая информация, средняя даже, я бы сказала, минимальный уровень зарплаты, средняя зарплата в Чехии, ну и средние показатели зарплат разных профессий. Это, опять-таки, все среднее, усредненное, поэтому обычно минимальная зарплата – это 475 евро в месяц. Средняя зарплата – 1175 евро. Ну, вот ниже представлены показатели разных профессий – врача, айтиспециалиста, инженера и сферы образования. Ну, больше всех здесь, в основном, получают, как правило, это айтиспециалисты и врачи. Можно, в принципе, этот сайт, если вам будет он полезен в будущем, сохранить его, чтобы родителям можно было показать, сколько, примерно, зарплаты, что из себя все представляет. Так, какие же вообще перспективы у студентов? Ну, во-первых, это официальное право на работу студентов во время обучения. Они имеют право работать не более 20 часов в неделю, то есть, соответственно, когда я уже сказала, они себе делают свое расписание по бакалавру, они имеют право подрабатывать и, в общем-то, зарабатывают деньги себе на, допустим, тоже питание или на студенческую резиденцию. Обязательная практика в университетах – это, в общем-то, повсеместная практика у всех вузов. И, как я уже говорила, где-то 80% студентов на третьем курсе, уже на последнем курсе бакалавра, работают по своей специальности. Они после стажировок остаются в тех компаниях, где, в общем-то, они проходили свою практику. Есть программа «Международного ладмена», про которую, опять-таки, мы с вами уже говорили, это «Эрасов» и «Леонардо Тавинчи». Низкий уровень безработицы в Европе. Огромное количество рабочих мест, в общем-то, они растут, они с каждым годом в связи с разными потребностями страны. И, конечно же, это международные инвестиционные проекты. Вливание денег, открытие новых фирм и, соответственно, открытие большого количества рабочих мест. По акции. У нас на сайте уже представлены данные программы подготовительные. Вы можете посмотреть и стоимость, и куда там заезды, как я уже говорила, полугодовые и годовые программы. У нас с понедельника, 17 сентября, проводится акция. И до 1 мая 2019 года, при бронировании ваших студентов на долгосрочную программу по Чехии, будь то это на полгода, либо на год, вы получаете, помимо своей фиксированной комиссии, у вас будет альфинская комиссия, 10%. Это вот прям с той цены, которую вы будете видеть. И вы получаете еще бонус 100 евро за каждого студента, отправленного на обучение в данный период. Для получения бонуса вам просто нужно будет в личном кабинете или при общении с менеджером указать, что вы идете по акции «Достойный бонус». В общем-то, на этом слайде я с вами прощаюсь и передаю слово представителю компании МСМ Марии Юрченко. Она вам как раз сейчас расскажет про программы «Двойные дипломы» от МСМ. Большое вам спасибо за внимание. Я надеюсь, что данный вебинар будет вам полезен и будем рады видеть вас с вашими заявками, с звонками, с вопросами у нас в офисе. Большое спасибо. Добрый день всем. Мерченко, я являюсь... ...нофис находится в Прайне. Сегодня я бы хотела вам представить эксклюзивные программы «Двойных дипломов» и рассказать детали. Начнем со структуры, да, «Двойных дипломов». Во-первых, страны, как вы видите, Чехия, Швейцария, США, Канада были выбраны не случайно. Мы придерживались того, в какой стране лучше всего получать то или иное направление, да, специальность. Если мы говорим о Швейцарии, то это, конечно же, гостеприимство. США и Канада – это, в первую очередь, экономика, коммерция, торговля, бизнес. По структуре своей данные программы рассчитаны на три года обучения. Состоят они таким образом. Два года студент обучается в Чехии, в Аграрном университете по специальности бизнес-администрирование. На третий год студент... Меня не слышно. Слышно было, да? Все, отлично. Значит, повторюсь. По данным программам студент за три года обучения получает два диплома международных. Два года он обучается в Чехии по специальности бизнес-администрирование на факультете экономики и менеджмент в университете Чешский аграрный университет, про который Алена вам рассказывала более подробно. На третий год студент выбирает, ну, кто обучает обучаться. Будет то Швейцария, США или Канада. Выбирать при поступлении на первый курс, куда вы хотите потом поступать, куда планирует студент поступать, не обязательно. Можно сделать свой выбор, обучаясь на втором курсе в Чешском аграрном университете. Какие самые основные преимущества данных программ изображено на этом слайде? На данные программы студент имеет право поступать сразу же после окончания школы, то есть получив школьный аттестат. Также мы принимаем студентов, которые уже имеют высшее образование и хотят получить второе высшее образование. Обучение на всех трех годах в университете проходит на английском языке. Уровень, который необходим для поступления, это минимально IELTS 5.0. Для оформления на данную программу совсем не обязательно на первом курсе, на первом этапе иметь сам сертификат IELTS, Тойфу. Его можно потом, он, конечно же, потребуется, его можно потом доздать, так как IELTS действительно не два года, да. Но самое главное, чтобы студент имел хотя бы какой-нибудь сертификат, будь то даже российского образца, потому что иногда в посольстве, при подаче на визу долгосрочную, консул может потребовать, чтобы показали какой-нибудь сертификат. И, конечно же, чтобы студент сам осознавал, что у него есть достаточно хороший уровень языка, что он сможет обучаться на английском языке. Начиная с первого курса, студент имеет право выбрать себе факультатив по обучению немецкого или же французского языка. Программа, как я уже говорила, занимает три года, и по итогу программы мы получаем два международных диплома. Во время обучения, Алена также об этом упоминала, студент может в любой из стран, США, Канада, Швейцария, Чехия, работать официально 20 часов в неделю. Ну, неофициально, у кого как получится. Ну, конечно же, чтобы не мешало обучению. Высокий уровень конкурентноспособности на международном рынке. Имея два международных диплома, уже говорит о себе, плюс владея минимум четырьмя языками, это английский, немецкий, французский. И, естественно, находясь, обучаясь два года в Чехии, на чешском, при этом, слыша чешскую речь, так или иначе, студент хотя бы азы, но узнает чешского языка. И, в принципе, если познакомиться с чехами, подружиться, то можно его протисковать в течение двух лет. В последующем это, естественно, пригодится. Возможность получить вид на жительство в Канаде уже после первого года работы по специальности. Об этом мы с вами поговорим немножко позже. Ну и, как, наверное, самый основной показатель и очень важный для родителей, да и для самого студента, это то, что на обучение всего лишь он потратит три года и сэкономит достаточно крупную сумму денег, да, финансово. Обучаясь два года в Чехии, затраты на обучение сокращаются в минимуме два раза, так как мы с вами знаем, что в Швейцарии обучение в год стоит от 40 тысяч евро, в США и Канаде еще больше. Первый диплом, про который я хотела бы рассказать более подробно, это наш первый двойной диплом, данная программа была основана в 2015 году и сейчас уже успешно влилась в остальные программы. С каждым годом на ней приезжает все больше и больше студентов. Это программа двойного диплома Чехия плюс Швейцария. По данной программе, конечно же, это будет гостеприимство, гостиничный ресторан и менеджмент и, соответственно, бизнес-администрирование, которое студент получает в Чехии. По данной программе мы предлагаем два университета, это Цезарийц и университет Монтрёхим. Данные университеты, они выбраны, в принципе, как и страна, не случайно. Мы сотрудничаем с группой школ, Swiss Education Group. В эту группу включено пять отельных школ, которые имеют семь конкурсов в разных городах Швейцарии. Очень большим плюсом для родителей, для самого студента является то, что все учебные заведения находятся в зданиях пятизвездочных отелей. Соответственно, это достаточно, как для меня, большая мотивация для наших студентов, чтобы получить хорошее образование и качественное. Оплачиваемая стажировка во время обучения. Под словом оплачиваемая, я понимаю, имею в виду, студент получает оплату за свою стажировку. Она обязательно для всех, она проходит на третьем курсе, на втором семестре занимает, длительностью занимает от четырех до шести месяцев. И ориентировочная заплата, которую студенты наши получают, это от тысячи евро в месяц. Соответственно, уже обучаясь на третьем курсе, данная программа уже сама себя окупает, и родителям становится немножко легче. Регулярные мастер-классы и лекции от метровой индустрии и гостеприимства. Возможно, вы знаете, кто такой Цезарийц. Именно в честь него назвали университет, в котором могут обучаться наши студенты. Цезарийц – это тот человек, который открыл всем миру фишнебельные отели, известный отельер, который внес в мир наше общество фразу «клиент всегда прав». Человек, который основал, можно сказать, развил такие отели, как «Совой», «Мариот», «Хилтон». Международная среда. Естественно, в Швейцарии обучаются не только швейцарцы, итальянцы, студенты Европейского Союза, но также студенты из США, Канады, Саудовской Аравии, Австрии. Профессиональный и карьерный рост. Здесь лично мое мнение, что со мной многие соглашатся, что сфера гостеприимства – это, наверное, единственная сфера, в которой можно построить свою карьеру достаточно быстро. Если, к примеру, мы возьмем ту же юриспруденцию или медицину, где, мало того, минимум 6-10 лет на обучение, но потом тебе еще нужно доказать свой профессионализм. Это может занять от 10 до 15 лет. В гостеприимстве все намного быстрее. Соответственно, и опять же вернемся к окупаемости данной программы, проведя статистику и общаясь с нашими студентами-выпускниками, уже через 4-5 лет данная программа сама себя окупит. Что еще можно сказать по данному диплому? Эта программа, она, я считаю, подходит для тех детей, кто очень любит путешествовать, кто очень хочет владеть разными иностранными языками, кому эти языки нравятся. Ну, конечно же, самое главное, тот, кто хочет работать и получать за свою работу достаточно крупную заработную плату. Поэтому гостеприимство это в полной мере позволит студентам. Идем дальше. В Швейцарии каждый год проходит международная ярмарка вакансий. Она также проходит и в Чехии. В Чехии тоже она проходит 2 раза в год. И уже наши студенты, которые учатся на программах двойной диплом, даже те студенты, кто у нас обучается на подготовительных курсах, они могут посетить эту ярмарку вакансий, эту выставку и, возможно, найти для себя подработку. В Швейцарии международный форум работодателей проходит в марте и октябре. И, опять же, сделав анализ, статистику, очень большой спрос на специалистов в данном направлении. И буквально к 2025 году спрос на специалистов вырастет на 76%. В ярмарке вакансий принимают участие очень крупные, практически все крупные мировые компании. Это не только отели, рестораны, но также казино. Что еще можно привести пример? Лайнерские компании, авиакомпании, страховые компании. То есть выбор по направлению достаточно большой. Следующий слайд более наглядно вам покажет Чешский аграрный университет. Еще раз повторю, что Чешский аграрный университет это одна огромная территория, закрытая территория, на которой находятся не только факультеты университета, но и конкурса, в которых проживают наши студенты. Также здесь находятся теннисные корты, футбольные площадки, баскетбольные. На территории есть бассейн для студентов, тренажерный зал, одна столовая, которая очень вкусно кормит и достаточно недорого, тем более, что все студенты еще имеют скидки по Айсику. Также есть два ресторана. В принципе, я бы сказала, это город, в городе такой один студенческий городок. Очень удобный. Рядом изображен отель Институт Монтрю. Тоже достаточно привлекательно, пятизвездочный отель. Студентам будет очень приятно обучаться в такой атмосфере. И также добавлю, что в третий год обучения входит и проживание, и питание студентов. Также каждый студент получает iPad. Идем дальше. Переходим мы с вами сейчас к следующему двойному диплому, про который я хотела бы рассказать. Это Чехия плюс США. США и Канада у нас достаточно новые программы, но уже есть студенты, которые приехали именно на эти программы. Здесь также мы подходили очень глубоко анализировали, где же мы бы хотели организовать эти программы. Пришли к выводу, что лучше всего это сделать в штате Калифорния. Очень многие мечтают хотя бы один раз побывать в штате Калифорния, а тем более получить там свое образование. Сейчас это с помощью наших программ можно сделать. Штат Калифорния. Здесь мы с вами поговорим о двух университетах, в которых мы проводим эти программы. Ну и немного пару слов скажу о самом штате. Штат Калифорния занимает шестое место в мире по экономике. Это самый густонаселенный штат США, в котором живут не только американцы, но естественно со всего мира приезжают туда учиться, работать студенты, просто переезжают на проживание. Конечно же одна из самых высоких заработных плат США. Здесь находится Голливуд, Беверли-Хиллз, Санта-Моника, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, ну и знаменитая Силиконовая долина. Тоже мне кажется, что наверное эта информация общедоступна и все знают, многие по крайней мере знают, что именно в Калифорнии находится главный штаб квартиры таких компаний, как Google, Яндекс, Yahoo, Facebook, Apple. Естественно это мировые компании, в которых штат персональный штат очень большой и данные компании студентов, которые являются еще студентами университета приглашают на стажировку и практику. Конечно же есть перспективы, что если студент проявил себя хорошо показал, то ему предложат дальнейшем и работу в той или иной компании. Мы приехав в Калифорнию, когда приезжало наше руководство в штат Калифорния, почему-то было такое восприятие, что Калифорния это только творческие специальности, это Голливуд и это именно тот штат, в котором можно строить только бизнес. Но познакомившись немного ближе со штатом, мы выяснили, что достаточно промышленный штат, в котором развиты очень разные отрасли. Это и производство игрушек, все мы знаем с вами компанию Барби, помню куклу, пищевая промышленность, химическая, машиностроительная, Toyota, Honda, автомобильная промышленность. То есть можно строить не только бизнес, но и остальные сферы развивать. На данном слайде вы видите место проживания одного из наших университетов, университет Линкольна. Данный университет является частным университетом, но отмечу сразу, пусть вас не пугает слово частный университет, в Америке частные университеты отличаются намного от наших университетов. И к примеру возьмем Гарвард, это тоже частный университет, но о нем знают все. Частные университеты в США отличаются тем, что они не стоят на месте, они пытаются с каждым годом что-то усовершенствовать и в структуре самого университета, в структуре образования, дабы студентам было более комфортно и приятно обучаться. Конечно же обучение в в университетах построено больше на практике. Если мы с вами в России и других странах изучаем больше теорий, когда приходим работать, нам говорят забудьте все, что вы учили в университете, мы вас заново переучим, то получив образование в США, в частности в данных вузах, о которых мы сейчас с вами говорим, у вас будет больше практики, теории. Проживают наши студенты в студенческих апартаментах, апартаменты представляют собой 2-3 комнаты, то есть в апартаментах проживают 2-3 студента, есть отдельный зал, общий зал, кухня, также в апартаментах находится бассейн, как вы видите на фото, спортивный зал, апартаменты расположены 15 минут от самого университета, добираться можно или на автобусе, или очень популярный вид транспорта, это велосипед у наших ребят, и что очень подкупает, можно так сказать, может подкупить родителей студента, то, что данные апартаменты находятся в таком семейном районе, и соответственно вашими соседями будут сами американцы. Идем дальше. Следующий университет, про который я хотела рассказать, это университет Сан-Бернандино. Университет является государственным университетом и считается одним из самых крупнейших вузов в штате Калифорнии. здесь обучается около 500 тысяч студентов. Множество факультетов с уклоном на бизнес. 90% студентов это сами американцы. Очень огромный, красивый, безопасный кампус. И отмечу, что как и в Чешском аграрном университете, закрытая территория, так же и здесь. Это одна закрытая территория, где студенты обучаются и проживают. Город достаточно тихий, спокойный, зеленый, очень активная студенческая жизнь. В университет очень часто приезжают политики, звезды, как пример я вам привела Хиллари Клинтон. В университете также имеются тренажерные залы, бассейны, зона барбекю, огромная библиотека, которую, когда студенты приезжают и смотрят на нее, говорят, ого, какая она большая. То есть все, что необходимо для студента, для получения качественного образования, все в данном ГУЗе есть. Что дает еще США? Получив, отучився один год в США, студент имеет право получить разрешение на рабочую визу на 12 месяцев. Если студент в течение одного года после окончания университета находит себе работу по специальности, то, естественно, данная рабочая виза продлевается дальше. Так выглядит, в принципе, этот университет и то, что он находится. И следующая страна, следующий двойной диплом наш это Чехия плюс Канада. В Канаде наши студенты могут получить образование по специальности коммерции. Опять же, получаем специальность Чехии бизнес-администрирование и в Канаде получаем специальность коммерция. Естественно, Канада привлекает тем, что очень многие хотят туда мигрировать. И Канада это позволяет сделать. Позволяет Канаде также получить разрешение на работу. Это не так сложно, как в других странах, допустим, в тех же европейских странах. Канада входит в тройку стран с высоким уровнем жизни, с высокой экономикой, высокое качество образования и, естественно, пятое место в мире по образованию сфере бизнеса. Программу мы проводим в университете Канада Вест. Он находится в городе Ванкувере. Сам университет и его корпуса расположены в центре города, что достаточно удобным студентам. Секундочку. Так, наверное, сделаем. Население в городе это 2-2,5 миллиона человек, примерно так, очень низкий уровень безработицы город, зеленый, чистый, аккуратный, спокойный. Проживание в данном университете возможно в апартаментах, можно снимать квартиру, можно снимать комнату или же снимать общежитие. Все зависит от того, какие у студента есть возможности. В принципе, наверное, по двойным дипломам это вся информация и, конечно же, возникает вопрос, что же необходимо для того, чтобы поступить в данные вузы. Как я уже говорила, это обязательно школьный аттестат. Те, кто уже закончил, хочет получить второе высшее образование, нужно привести с собой диплом бакалавра. Английский язык на уровне IELTS 5 0 или только 500, мотивационное письмо, которое должно включать в себя, почему хотите обучаться именно в этой стране, почему конкретно на этой специальности, что вы планируете в дальнейшем, хотите остаться в Чехии или в США, в Канаде, и так далее, то есть подробно рассказать. И, естественно, очень большую роль играет резюме, то есть те достижения, которые студент сделал за период своего обучения в школе или в университете. То есть это могут быть и спортивные достижения, могут быть академические достижения, олимпиады, проведение семинаров, участие в образовательных выставках и так далее. Я вам как можно детальнее, самые основные моменты попыталась рассказать. благодарю вас за внимание. Если у вас будут вопросы и нужна будет более подробная информация по данным программам, пожалуйста, обращайтесь к Алене, к Ольге в ПАК-групп, они всегда вам помогут, подскажут. От себя давлю, что будем очень рады видеть ваших клиентов у нас в Чехии. Спасибо вам большое за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...